В 1988 году Когда церкви не было еще и года Мы собирались в школе Было нас совсем немного Однажды в воскресенье я увидел прекрасную женщину Которую знал какое-то время Я очень удивился, когда ее увидел Я знал ее, она была известной в нашем городе Из известной и выдающейся семьи нашего общества Я также знал, что всю свою жизнь она ходила в одну церковь Одна и старая деноминация Корни семьи были в той церкви Все ее друзья были там Все знакомые ее семьи были там И меня удивило, что она пришла в новую церковь Которая собиралась в школе И это еще не все Я был еще более шокирован, когда через несколько недель Она решила присоединиться к церкви Позже она стала так активно участвовать в жизни церкви И в этом служении, что стала членом правления этого здания Она была очень элегантной Она говорила мало Но когда она говорила, то ее слова были весьма многозначительными С годами она стала близкой подругой для моей жены и для меня А сейчас перемотаем на 20 лет вперед Ей было за 90 Но при этом она была в прекрасной форме Я был ошарашен, когда она позвонила мне И сказала, мне нужно с вами увидеться Потому что доктора Сказали, что мне осталось жить Лишь несколько недель И я сразу же отправился к ней За эти 20 лет я видел, как она и ее жизнь изменились В образ Христа И как она Выросла в любви Ко Христу И в своем активном участии в служении Я отправился к ней Зная, что это может быть последний раз Когда я увижу ее перед уходом на небеса Я сказал ей Я уже 20 лет хочу задать вам вопрос Но все никак не задам Как вы пришли к Иисусу? Как вы отдали Ему свою жизнь? Я хотел узнать о ее духовном пути И она ответила мне Своим мягким голосом Я пришла в то воскресенье В эту церковь, будучи церковным человеком Я услышала вашу проповедь о Никодиме Великом теологе Великом теологе Великом религиозном лидере И о том, как он пришел к Иисусу ночью А Иисус сказал ему Несмотря на твою религиозность Тебе нужно родиться свыше Я помню Как вы сказали, что религия вас не спасет Церковь вас не спасет Только Иисус спасет вас раз и навсегда Но для этого вам нужно родиться свыше И в тот день Я вошла одним путем А вышла совсем другим Помню, как сказала себе в тот момент Что могу написать целую книгу Об этом предложении И вот я вышла другим путем Вы знаете, что за вас молятся? Я молюсь за вас И многие другие тоже молятся Мы молимся о том, чтобы все Кто приходит сюда Не уходили такими же И возможно Вы пришли сюда с прекрасными Теплыми чувствами Ко Христу на Рождество Но вы уйдете отсюда со Христом В качестве вашего единственного Спасителя и Господа И также друга Возможно, вы пришли сюда Из-за Рождества Все ходят в церковь на Рождество А может вас кто-то и заставил Возможно, поход в церковь На Рождество Это ваша традиция Но мы молимся о том, чтобы вы ушли отсюда В силе Святого Духа Возможно, вы пришли сюда И у вас свой образ жизни Но уйдете вы отсюда С другим способом жизни Божиим Возможно, вы пришли сюда Со своими идеями о религии Природе И философии Но вы можете уйти отсюда со Христом Который заполнит все пустоты Вашей жизни И наполнит вас Неизреченной радостью Которую может дать только Он Возможно, вы пришли сюда Думаю, что Иисус Это всего лишь еще один основатель Очередной религии Но вы можете уйти отсюда Другим путем Приняв Его как своего личного Господа и Бога Сегодня, каким бы путем вы не пришли Неважно, с какими мыслями Вы пришли сегодня Неважно, что вы сделали Или не сделали в прошлом Или как вы жили Сегодня вы можете уйти отсюда С силой Сына Божьего в вашей жизни Возможно, вы пришли сюда Не зная, можно ли простить Ваш грех Вы можете уйти отсюда, зная Что все ваши грехи Прошлое, настоящее, будущее Могут быть полностью стерты Силой и властью младенца Из Вифлеема Вы знаете это В Евангелии от Матфея, 2 главе Ученые, астрономы Или так называемые звездочеты Пришли из Персии, современного Ирана Чтобы поклониться Иисусу Они пришли поклониться Иисусу Потому что увидели настолько Необычную звезду Что поняли, что родился Кто-то космической важности После поклонения Иисусу Они должны были вернуться К злому царю Ироду И рассказать, где родился царь царей Но вместо этого они пошли домой в Персию Другим путем Я хочу прочесть вам этот стих Но во сне они были предупреждены О том Что им нельзя возвращаться К Ироду И вернулись в свою страну Другим путем Другим путем Именно об этих двух словах Мы поговорим сегодня Эти два слова могут стать сегодня Вашей историей Два слова Могут стать вашей историей В них смысл Всей христианской веры Для вас Для каждого человека В них смысл Божьего плана Для нашего с вами спасения Как я уже сказал Где бы вы сейчас ни были Что бы вы не сделали в прошлом И сколько бы вины и боли Вы не принесли с собой сегодня Я рад, что вы это сделали Христос может дать вам свободу И вы вернетесь домой Другим путем Вы можете уйти отсюда Другим путем По пути Иисуса Этот путь изменит вашу жизнь Не только сейчас Но и изменит вашу вечность Не в аду, а на небе Когда вы отдаёте свою жизнь Христу У которого наивысшая власть Я считаю, что называть его высшей силой Из-за политкорректности Это трусость Мы же знаем его имя Мы рассказываем вам о нем Высшая сила Это никто иной, как Иисус Христос Он высшая сила Потому что он победил смерть Вы получите прощение грехов Мир с Богом А также мир Божий А также вы можете быть полностью уверены Что пойдёте на небо Не когда умрёте А прямо здесь Возможно, вы пришли сюда с тревогами и страхом Но можете уйти с уверенностью в том Что Небесный Отец стал вашим Отцом Возможно, вы пришли сюда с неуверенностью в себе Но можете уйти другим путём с Божьей силой Которая действует в вас и ходит с вами Возможно, вы пришли сюда, не понимая, кто такой Христос Но вы можете уйти отсюда иначе С новой уверенностью и радостью Которую может дать только он Эти персидские астрономы Которых мы называем мудрецами На самом деле Называть их мудрецами — это традиция Потому что они поклонились Иисусу Только мудрые люди ищут Иисуса Послушайте внимательно Иисус всегда Запомните, всегда Меняет путь человека Каждого мужчины Каждой женщины Каждого мальчика И каждой девочки Если они приходят Поклониться Ему Эти астрономы искали Иисуса Из-за появления в космосе или в галактике Уникальной звезды Возвещающей, что родился кто-то очень важный Космической важности Это все, что они знали Из изучения галактик На которые они потратили всю свою жизнь Но когда они нашли Иисуса Он изменил их жизни и трансформировал их И вот вопрос Как он изменил их жизни? Сейчас я расскажу вам Во-первых, они искали сильного и могущественного Мирского царя Именно поэтому сначала они отправились во дворец Когда приезжают VIP-персоны А это были очень важные люди Лидеры Персидской империи Куда сразу же отправляются важные люди Приехавшие в эту страну? В Белый дом Если глава государства приезжает в Англию Куда он отправляется? В Букингемский дворец Куда же отправились они со всей своей свитой? Во дворец царя Именно поэтому они поехали в Иерусалим В столицу Вот почему они отправились в большой город И в центр правительства Потому что именно там они ожидали его увидеться Они пошли вместо власти Потому что именно там предполагали найти царя царей Изучение звезд показало Что родился царь космической важности И поэтому они отправились в неправильное место Это естественно И я их не виню Вполне естественно искать его там Где есть важные люди И политические лидеры Но они узнали, что он никто иной Как Сын Бога Всемогущего Это первое изменение Которое произошло с ними А во-вторых, у них изменилось Представление О земных правителях Когда царь Ирод сказал им Вернитесь и расскажите мне Где вы нашли царя Я пойду и поклонюсь ему Эти олухи Поверили политику? У меня есть прекрасные друзья Политики И я благодарю Бога За их верную и благочестивую службу Но мудрецы должны были знать Что политику верить нельзя Именно поэтому им нужно было получить Особое откровение Не возвращайтесь к тому политику Потому что он лжет Не нужно ничего ему рассказывать Я знаю, что сегодня многие люди Возлагают свои надежды на политиков Есть люди, надеющиеся на экономику И те, что надеются на Уолл-стрит Но Бог желает, чтобы мы с вами Возложили все свои надежды На младенца из Вифлеема Но они пережили еще больше перемен Когда пришли к этому великому царю Христу Они осознали, что лидеры церкви Религиозные лидеры Ничего не знают о вечных вопросах Да, даже первосвященник И фарисеи, которые были религиозными лидерами того времени Ожидалось, что они знают, где родился Христос Писание тысячи лет говорило, что он родится в Вифлееме в Иудее Придет Мессия, и он родится в Вифлееме Итак, третья перемена заключалась в том, что они осознали, что религиозные лидеры потеряны духовно Их интересовали только ритуалы, догмы, церковная политика И они даже перестали искать единственного истинного Мессию Приход, которого Бог обещал в бытии еще в третьей главе И вообще во всем Ветхом Завете Они упустили Мессию, который был обещан тысячи лет Когда эти волхвы или астрономы пришли к Иисусу, они ушли другими людьми И Иисус всегда, всегда меняет жизнь каждого, кто приходит к Нему Где бы вы ни были сейчас, что бы ни сделали Каким бы ни было ваше прошлое, Иисус Христос может изменить вашу жизнь уже сегодня Когда вы придете к Нему Он изменит вашу природу И переставит ваши приоритеты Когда вы придете к Нему Он перевернет вашу жизнь с ног на голову Я вам гарантирую Что вы больше никогда не будете прежним Вы хотите прийти к Нему И сделать это уже сегодня Бог хотел донести что-то до нас И Он мог бы крикнуть с небес Но Он стал одним из нас Его рождение от девственницы открыло Его божественную и безгрешную природу Его смерть на кресте вместо вас И меня гарантирует нам прощение наших грехов Когда мы приходим к Нему А через свое воскресение Он продемонстрировал свою власть Над смертью И гарантию нашего собственного воскресения И эта сила воскресения Может изменить вашу и вашу жизнь И мою жизнь уже сегодня Эта сила может дать вам вечность И гарантировать вам вечность с Иисусом Все это становится вашим Когда вы приходите к Нему лично Возможно, вы уже многие годы следуете за ошибочной философией Недавно Я общался с человеком, который следует за ложной научной теорией Возможно, у вас есть Своё представление о Боге И только вы знаете об этом Возможно, вы думаете Что вы хороший человек И живете хорошо И не совершали больших грехов Как говорит мой сосед Я не совершал ничего серьезного Но с Богом Если вы отошли На сантиметр или 25 километров Вы уже мимо цели Но Бог готов принять вас Где бы вы ни были сейчас Бог сказал, что к Нему можно прийти только Одним путем Через Его Сына Единственного Сына Младенца из Вифлеема К Нему есть всего один путь Через принятие Залитого кровью креста Иисуса К Нему есть всего один путь Через воскресшего Иисуса Христа Потому что Иисус сказал Что широки ворота и широк путь Ведущий к разрушению И многие пойдут по Нему Но узок путь Ведущий в жизнь То есть в вечную жизнь И мало кто находит его И станете ли вы Одним из этих Немногих людей Станете ли вы Им сегодня Когда вы слышите Как люди говорят Все религии Ведут к одному И тому же Я слышал, как проповедники говорят Все религии Ведут к одному Богу Это широкий путь Очень широкий путь Он затягивает всех Но ведет он к разрушению Так сказал Иисус Но есть другой путь Который гласит Что только Иисус Может вас спасти Только Иисус Может искупить вас И освободить от греха И всех его оков Только Иисус Может привести вас В вечность И поскольку Бог любящий Он приготовил всего один путь А также заплатил за этот путь Чтобы вы могли войти Свободно и бесплатно Это бесплатно для нас с вами Но Сыну Божьему Это стоило Его крови Будете ли вы такими Как те мудрецы И уйдете отсюда Другим путем Каким бы путем Вы не пришли Вы можете уйти Другим путем Все остальные пути Полны смущения Они опасны Уводят вас от вечности И сбивают вас с пути Именно поэтому Иисус сказал Я из путь Истина И жизнь Не просто путь А тот самый путь За тысячу лет До рождения Иисуса В Вифлееме От Девы Марии В роду Иисуса Был царь Израиля Царь Давид И у него было много Пророчеств Об Иисусе Самое известное из них Господь Мой пастырь Я ни в чем Не буду нуждаться Он не просто Другой путь Он не просто Идеальный путь Он Единственный путь Не нужно убивать гонцам Я не такой умный Чтобы самому Все это придумывать Я не такой уж умный Я говорю вам лишь то Что сказано В Слове Божьем Недавно я читал о том Как часто апостол Павел Стоя перед царями Фарисеями Или религиозными лидерами Всегда говорил о том Что Бог сделал для него По дороге в Дамаск Я понял Что я тоже должен Делать это постоянно Я знаю Что в 64-м году Я жил в грехе Бунте И отвержении Бога Но в среду вечером 4 марта 1964 года Я услышал Божие приглашение И пришел к Нему И с тех пор Я уже Не был прежним И за это время За 50 лет Я пережил множество взлетов И падений Я написал свою биографию Можете прочесть ее И вы увидите Что я переживал Множество темных ночей Но Иисус Христос Всегда был рядом Чтобы давать мне радость В любых условиях Именно поэтому Ангелы сказали пастухам В Евангелии от Луки Второй главе Это весть о великой радости Это великая радость Вам знакома такая радость? Вы можете познать ее Уже сегодня Она может Наполнять Ваше сердце Даже посреди Самых больших Жизненных Трудностей Иисус может Дать вам ее Сегодня В Евангелии от Матфея Сказано Что эти мудрецы Были полны радости Когда увидели Звезду Его радость Будет с вами И в хорошие И в сложные времена Его радость Будет с вами В хороших И плохих Финансовых Обстоятельствах Посреди потерь И когда люди принимают Или отвергают вас Он никогда Слышите Никогда не отвергнет вас Потому что он пообещал Что будет вам другом Который ближе брата Он обещал Когда вы придете к нему Он никогда не оставит И не покинет вас Вот это дело С этим ничто не сравнится Он за все заплатил Чтобы вы Могли прийти И принять Из его рук Вы хотите Прийти к нему И уйти отсюда Другим путем Пусть Этот день Станет днем радости На небесах Из-за того Что многие из вас сейчас Присоединятся Ко мне В молитве Господь Иисус Я прихожу К тебе сегодня Спасибо за то Что ты пришел Ко мне Ты оставил свою славу На славных небесах Родился от девы Умер как преступник Воскрес из мертвых И сейчас приглашаешь Меня Стать твоим сыном Или дочерью Иисус сказал Я свет этому миру А после воскресения Он сказал ученикам Вы свет этому миру Я попрошу Ашеров выйти вперед И раздать свет Христа И мы вместе споем Тихую ночь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы зажгли свечи И появился свет Подобно этому образу Это и наше обещание Быть светом В этом мире Где бы мы ни находились Провозглашая бескомпромиссную истину На пути вперед С доктором Майклом Юсефом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok